Субтитры сделал DimaTorzok Есть легендарный камуфляжик, но, честно говоря, мне он как-то не заходит. Он какой-то совсем обычный, обыденный. Ну, короче, у меня интереса не вызывает. Есть X5, но только на ISU-130. Возможно, полезная штука, но исключительно для тех, кто копит себе уже опыт для того, чтобы вкладывать его в дополнительное развитие экипажа, а не на саму машину. Поэтому, как бы, то есть, ну, такое, знаете, было бы интереснее, если было бы их там не 15, а 10 штук, но на любые машины, чтобы можно было прокачивать ветки. Аватар вообще не трогаю, не понимаю, никогда не понимал и, наверное, никогда и не пойму, в чем ценность данной штуки. Что касается сертификата на покупку танка, ребят, 10% как бы практически ни о чем. При стоимости машины, там, грубо говоря, в миллион двести, 120 тысяч экономии, ну, как бы, не знаю. Есть слот в ангаре, просто по-другому машину не поставите, поэтому ни о чем. И открытое все оборудование. Окей, и на том, как говорится, большое спасибо. За все это хотят 5,5 тысяч. Давайте будем говорить откровенно. 5,5 косарей для данной машины, с учетом того, что это восьмерка, ценник вроде бы неплохой. Но возникает вопрос, а стоит ли покупать эту машину? И я, честно говоря, так не считаю. Могу сейчас обосновать, почему. Я имею возможность купить сейчас этот аппарат, но не хочу это делать, потому что понимаю для себя, что этот аппарат я куплю исключительно для того, чтобы сделать обзор и не более того. И данный обзор, он не принесет мне настолько прям много, я не знаю, там, просмотров, лайков, там, еще чего-либо, уж тем более не принесет мне денег, которыми я смогу компенсировать понесенные затраты. Вот поэтому я и не собираюсь покупать себе ИСУ-130, а не вижу смысла покупать по одной простой причине, потому что если вы возьмете данную машину и сравните ее, вот как она есть, да, в ней есть там определенные позитивы по бронированности, по сравнению с ее собратом, проходной машинкой, которая собой представляет обычную ИСУ-152. Вот она стоит. Да, броня здесь немножко похуже, но прям не настолько, чтобы прям надо было платить 5,5. Что же касается характеристик одного и второго аппарата. Давайте пройдемся так, я даже не знаю, кого лучше будет открыть. Давайте я, наверное, открою вот этот аппарат, чтобы вы понимали, о чем я говорю наглядно. Вот смотрите, у него есть 5 орудий, бери на любой вкус, вот какое хочешь орудие с любыми там комбинациями характеристик, мне нравится топовое орудие 10. Кто-то скажет, не честно сравнивать, там, возьми базовую пушку. Нет, ребят, я говорю о чем, у вас есть возможность иметь у себя в ангаре вот такую вот фуловую машину с прокачанным экипажем, добавить на нее дополнительное оборудование, добавив в нее дополнительную амуницию, снарягу, да, там, то есть, и вот вы получаете вот ту машину, которая должна конкурировать с премиумной машиной. Так вот, давайте пройдемся по характеристикам. У ИСУ-130, ДПМ 2740, я буду округлять, у данной машины ДПМ 3120, посчитаем 3130, то есть, ДПМ уже существенно больше у базовой машины обычной проходной. Что касается времени перезарядки, время перезарядки здесь 12,3. Да, у ИСУ-130, у премки, 10 секунд, то есть, разница в 2 секунды с копейками. Это существенно в процентном соотношении, ребят, но вы получаете при этом за шот 640 единиц урона, возможности нанести соперникам средняком, тогда, когда премиумная машина делает всего лишь 460. Чувствуете разницу? 640, 460. Что касается фугасов, 960 урона фугасам, при том, что премиумная машина дает всего лишь 600. Углы склонения вниз у них одинаковые, минус 8. Что же касается времени сведения разброса на 100 метров. Время сведения у проходной машины 4,8 и у премиумной 4,2. Ну, как бы, вот, понимаете, разница вроде бы и есть в пользу премчика, но она прям не настолько существенна. Если было там 3,2, окей, но 4,2 и 4,8, согласитесь, абсолютно рядом лежат. Разброс на 100 метров, да, согласен, здесь, как бы, немножечко разница посущественной, потому что у према 326, а здесь 376. 50 единиц, как бы, ну, согласитесь, это существенно, ребят. Но, в целом, данная машина, она играется в бою практически точно так же, потому что сказать о том, что у них какая-то есть разница в динамике и в подвижности. Но нет, ребята, я бы не сказал, потому что давайте мы посмотрим на динамику и на подвижность обоих машин. Я сейчас посмотрю исключительно в своих записях, не буду прыгать от танчика к танчику, но и думаю, что, в принципе, это будет вполне достаточно. Смотрите, скорость у них одинаковая. 43 вперед, 12 назад. Мощность двигателя 770 у проходной машины и 715 у машинки премиумной. То есть под горочку, допустим, вы будете ехать существенно хуже. Удельная мощность у проходной машины составляет 1562, а у премиумной машины 1524, то есть тоже хуже. Короче говоря, ребят, единственное, что действительно по подвижности лучше у премчика, так это скорость поворота шасси. Там у према 30, а у проходной машины 23. Вроде бы, типа, закрутить вас должны там с большим трудом, но я бы не сказал, что, ну, прямо это действительно так и будет. И теперь давайте будем говорить по поводу коэффициентов, я имею ввиду, по поводу процентов побед на обоих машинах. У данной машины на сегодняшний день у проходной процент побед составляет 51%. Знаете, какой процент побед у премиумной машины? 52! Короче говоря, ребят, вот исходя из всех вот этих вот ништячков, из которых складываются характеристики премиумной машины, за которую хотят 5,5 тысячи голды за 8 уровень, я и не вижу ровным счетом абсолютно никакого смысла тратить голду на покупку машины, которая в преобладающем большинстве своих характеристик хуже, чем характеристики проходной машины на топовом орудии у этого аппарата. Что же касается того, что дается в нагрузку? Есть один контейнер, собери их все. И в случае, если вдруг вы имеете у себя в запасе уже ранее открывающиеся контейнеры, да, то есть вы уже ранее эти контейнеры открывали, и вот вам не повезло или там повезло, вы получали вот эти вот штуковины, да, талисманы на золото. Так вот, если у вас 6 штук талисманов уже есть, а 7-го не хватает, то, возможно, это будет и неплохо, если вы купите контейнер, и если в случае машинка вам не выпала, то вы получаете косарь голды, да, то есть, получается, прибавляете данные талисманы к тем, которые были, ну и, соответственно, получаете косарь компенсации. Таким образом, машина вам обойдется за 4,5 тысячи. Но давайте будем говорить откровенно, а стоит ли эта машина 4,5 тысячи, тогда, когда вы имеете возможность периодически в магазине лицезреть машины за плюс-минус те же самые деньги, но с лучшей играбельностью и более приятные. Вот в выборе, честно говоря, между, допустим, 5,5 за ИСушку 130 и Супер Гуся, у меня нет Супер Гуся, я играл на нем, у меня нет Супер Гуся, не покупал, потому что у меня есть обычные гуси, для меня эти машины показались практически одинаковыми, но я бы для себя взял все-таки лучше Супер Гуся за 5, чем за 5,5 брал бы себе ИСу 130. Ребят, если вы со мной не согласны, напишите об этом в комментариях, потому что ваше мнение, оно, если будет обоснованным, будет однозначно полезным для тех ребят, которые пытаются определиться, брать или не брать ИСу 130 за 5,5 тысяч голды, которую сейчас выставили на продажу. А на данный момент у меня все, это было исключительно мое субъективное мнение по ИСу 130, на которой я играл на других аккаунтах, мне давали на ней покататься, себе я ее никогда не покупал, потому что я не вижу об этом абсолютно никакого смысла. Если вам нравятся мои видео, если вы готовы смотреть их дальше, обязательно подписывайтесь на канал, буду вам безумно благодарен за оценку моих трудов и стараний, я стараюсь ради вас. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова